МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Получить грант и реализовать свою идею – это возможно. В Архангельской области открыт прием заявок на грантовые конкурсы в сфере государственной молодежной политики. Подробнее об этом говорим в программе «Открытый регион». Меня зовут Мария Даник, мой сведущий Эльдар Хабибуллин. Мы работаем в прямом эфире, поэтому у вас есть возможность задать интересующие вопросы по обсуждаемой теме гостям студии. Сегодня это Екатерина Морозова, ведущий специалист по работе с молодежью областного дома молодежи, и Анна Ермолина, старший специалист по социальной работе с молодежью Центра «Патриот». Звоните по номеру 211-385, код областной столицы 8182. Также пишите сообщение в группе информационного агентства «Регион 29» ВКонтакте. Здравствуйте, Екатерина, здравствуйте, Анна. Мы рады вас приветствовать в студии. Тем, который мы сегодня обсуждаем, я думаю, будет интересно большому количеству людей, потому что молодежь у нас в регионе активная, она проявляет себя, она не стесняется показывать свои амбиции, свои амбициозные проекты, поэтому у нас состоится предметный с вами разговор. Давайте начнем, наверное, с самого простого вопроса, для чего нужны грантовые конкурсы. Грантовые конкурсы, в первую очередь, нужны для того, чтобы молодежь на своих территориях могла воплощать в жизнь свои социальные проекты, свои социальные идеи. Очень часто мы слышим то, что в Архангельске некомфортно жить, либо там в муниципалитетах нечего делать, и мы даем возможность молодежи на своих местах, в селах, деревнях, городах создавать такие условия, чтобы им было комфортно жить. Например, если мы понимаем, что в каком-то районе, точнее, сама молодежь понимает, что у них очень много скейтеров, роллеров, беймиксеров, и у них создается такая идея создать свою скейт-площадку, скейт-парк. И вот как раз такие грантовые средства очень помогают для воплощения подобных идей. Либо молодежь говорит о том, что у нас недостаток образования, каких-то приезжих федеральных спикеров. Они могут привести к себе в район, муниципалитет, какой-то форум создать, и привести ребят, которые дадут им те знания, те навыки, тот опыт, который они хотят по определенным темам. То есть, получается, молодежь сама может наполнять, насыщать свою жизнь вот теми направлениями в тех сферах, которые им интересны. Совершенно верно. Не нужно никуда уезжать, нужно создавать те условия, то пространство для жизни здесь и сейчас. А это именно региональный уровень? Или на уровне муниципалитетов тоже есть какие-то гранты? Вот как вообще устроена эта система? В некоторых муниципалитетах есть такая возможность. Например, в Плесецком районе был грантовый конкурс в прошлом году. Но в основном ребята подаются на региональные. А вот есть же еще и федеральные конкурсы, насколько я знаю. Можно ли участвовать сразу в нескольких? Ну, то есть, подаем документы во все, где повезет, там выиграем. Конечно. Это очень частая практика, особенно для некоммерческих организаций. Наши грантовые конкурсы, они такие большие по финансированию. И некоторые амбиции в муниципалитетах, они высокие. И у нас вот очень хорошо пользуются спросом фонд президентских грантов. Конкурс, точнее, фонда президентских грантов. И многие подаются именно туда. Региональные тоже являются таким большим грантодателем у нас. И множество ребят, особенно физических лиц, подаются к нам. Анну, хотелось бы тоже послушать. У вас совсем как бы другое направление, да, но даже, наверное, немного уже, нежели вот о том, о чем рассказывала сейчас Екатерина. Да, у нас патриотическое воспитание. И наши грантовые конкурсы, если говорить об одном конкретном направлении, то это возможность сохранить историю, передавать память о героях, которые защищали наше Отечество, молодому поколению, чтобы у них было, скажем так, место, куда они могут прийти, почтить память о героях в государственные праздники и в любое другое время. Ну, также патриотическое воспитание молодежи в регионе, оно у нас развивается и на достаточно высоком уровне, и поэтому очень много идей со всей области мы собираем ежегодно, и большинство из них удается реализовывать в односчетных грантах. А вот где есть конкретные примеры? Вот, наверное, дело в том, что патриотическое воспитание – очень широкое понятие, оно же сводится не только к тому, чтобы почтить память героев, я так понимаю. Вот какие конкретные примеры можно назвать самых интересных или самых творческих, или самых масштабных? Вот совсем недавно было открытие фото-выставки, реализованный проект фондом «Поморье». Это выставка «Юнги. Победы». Она посвящена юбилею Соловецкой школе «Юнг». Торжественное открытие произошло в Арктическом морском музее имени Воронина, и сейчас эта выставка будет ездить по всей области, и во все школы, образовательные организации. Все желающие, кто хочет, чтобы эта выставка разместилась, скажем так, на базе их учреждения, они связываются с грантополучателем нашим, и оставляют заявку, и таким образом эта фото-выставка сможет посетить каждый уголок области. Вот пока мы не ушли далеко от вот этой выставки, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, потому что мы были на открытии этой выставки, и мы подготовили сюжет к нашему эфиру. Я сейчас предлагаю посмотреть его. Он уже не обдуваем на семи морских ветрах, да и владельца давно нет в живых. Но адмиральский мундир вовсе нельзя назвать экспонатом. Это скорее недописанная книга боевых подвигов, о которых мы еще так мало знаем. Но герои этой выставки напомнят, удивят, заставят задуматься. Участвует... Ну, вот я просто удивилась, когда посмотрела его документы, чуть не во всех конвоях. Это вот надо пройти такой огромный путь. Большой путь проделала и руководитель проекта «Юнги Победы» Галина Валова. Поиск материалов, встречи с юнгами, переговоры с коллегами из других регионов, чтобы прийти к главному выводу. История Архангельской области – это летопись флотских судеб, связанных не только с Великой Отечественной. Были все школы юнг. Две военно-морских, одна промысловая, морского пароходства. Вот, понимаете, мы обладаем, можно сказать, таким богатством историческим морским, которое идет еще из глубины веков. Но события века 20-го занимают большую часть выставки, и расположение ее в стенах Арктического морского института исторически символично. Ведь в годы войны в одном из зданий на территории располагалась школа юнг СМП. Все подробно рассказывают, показывают. Много чего интересного можно узнать. Мне кажется, это очень значимое событие в стенах института. В школах тоже рассказывали на уроках истории, но не так подробно, как здесь. Здесь подробная информация о каждом человеке. Экспозицию создавали благодаря проекту «Юнги Победы». Он лауреат областного конкурса патриотической направленности, который в 2020 году провел Центр «Патриот». В рамках реализации грантов патриотической направленности в регионе проходит большое количество мероприятий. Только в этом году уже более 60. Вот буквально недавно здесь, в институте имени Воронина, прошла юнормейская шахматная зорница. Ну и в следующем году мы обязательно нарастим темпы. И я думаю, что еще больше мероприятий в рамках реализации грантов патриотической направленности мы проведем на территории всего региона. А подробнее узнать о тех, кто был испытан войной и морем, мы сможем еще не раз. Регион продолжает подготовку к 80-летию легендарной Соловецкой школы юнг в 2022 году. Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Регион 29. Мы продолжаем. Напомню, что сегодня мы в программе «Открытый регион» говорим о грантовой поддержке. Анна, вот мы посмотрели сюжет про выставку, которая была реализована на средства грант. И, в общем-то, она продолжает свою реализацию и начинает, так сказать, путешествие по Архангельской области. А как знать, может быть, и дальше уйдет. Какие еще успешные проекты вы можете привести в пример? Также в этом году был проведен открытый мемориальный турнир по единоборствам памяти погибших военнослужащих в горячих точках. Это было такое масштабное мероприятие. И также в Каргополе известный актер Кирилл Зайцев в сотрудничестве с Архангельской школой кино и фильм снимали короткометражный фильм «Сашка. Дневник солдата». И часть средств, затраченных на создание этого фильма, также была за счет нашего гранта. Этот фильм стал призером и победителем даже на международных конкурсах. Поэтому один из таких самых значимых проектов. Значимых и ярких, да. В начале программы я сказала о том, что в Архангельской области объявлен прием заявок на грантовые конкурсы. Екатерина, расскажите, пожалуйста, по вашей линии, по линии Дома молодежи, какой конкурс проходит? В Доме молодежи проходит сейчас конкурс, областной конкурс проектов в сфере государственной молодежной политики. Он проводится у нас, заявочная кампания с 10 декабря до 16 января 2022 года. То есть она вот только-только стартовала, получается. Да, да, да. Совершенно верно. И мероприятие, конкурс этот проходит по 8 направлениям государственной молодежной политики. Могу сейчас о них рассказать. Ну, конечно, давайте. Одно из направлений – это «Здоровая среда». Там проекты направлены на популяризацию здорового образа жизни, экологическое просвещение молодежи. Также направление «Мы вместе». Оно направлено на профилактику социальных проявлений в молодежной среде, на поддержку молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации и вовлечения молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Также есть направление «Креатив». Это все, что связано с креативом, творчеством, арт-резиденциями и так далее. Также направление «Кадры для региона». Сюда входят проекты, которые направлены на повышение надпрофессиональных навыков молодежи. Сюда же входит и добровольчество, волонтерство, и все, что связано с карьерой, профориентацией. А вот пока мы не ушли от направлений, да, они из года в год остаются одни и те же или меняются, дополняются? Если дополняются, то в связи с чем? Какой-то проводится, не знаю, опрос, изучение потребностей? Совершенно верно. У нас дополняются направления, изменяются. Например, в прошлом году добавилось направление «Молодежные медиа» и «Пространство для жизни». До этого этих направлений не было. Мы поняли, что среди молодежи сейчас очень актуально являются блогерство, тиктоки, инстаграмы, вот все, что связано с молодежными медиа. И мы решили внести это направление тоже в список направлений конкурса и «Пространство для жизни». Сейчас в нашей молодежной среде очень активно вовлекаются ребята в инфраструктурные разные проекты, создание арт-объектов, все, что связано с пространством для жизни. А если говорить о финансировании, то как оно распределяется? В соотношении, допустим, здорового образа жизни и патриотическое направление, вот что в приоритетах именно по суммам? По направлению суммы, да? Совершенно нет никакой аналогии, поэтому вычислять ее нет смысла. Мы рассматриваем абсолютно все проекты, которые проходят экспертизу, и уже смотря на качество проектов, мы уже их финансируем. Может получиться так, что призовой фонд грантовый не весь затрачивается на гранты, то есть есть остатки. Либо бывает так, что очень много классных проектов и хочется поддержать больше, то мы уже звоним нашим грантополучателям и предлагаем частичное финансирование. То есть такое тоже бывает. Бывает так, что в каком-то направлении вообще не поддержаны проекты. Например, у нас самое невостребованное направление на данный момент – это направление «Мы вместе». Оно связано с межкультурным диалогом, международным сотрудничеством, с работой соотечественниками, проживающими за рубежом. Это, наверное, связано сейчас с такими пандемийными историями, и не очень у нас подают заявки на это направление. А какова вообще сумма? Я сразу примеряю на себя. Я такой думаю, на какую сумму можно рассчитывать? Я уже, наверное, выбыл из возраста молодежи, но я могу найти людей, которые захотят это сделать. В областном конкурсе проекта в сфере государственной молодежной политики есть три целевые группы, на которые мы финансируем. Это физические лица, максимальная сумма гранта, у них до 100 тысяч рублей. Это государственные и муниципальные учреждения. Важный момент. В уставе которых к основным видам деятельности отнесена организация работы с молодежью, то есть профильные организации. У них сумма финансирования максимально это 300 тысяч рублей. И социально ориентированные некоммерческие организации тоже 300 тысяч. Сейчас я предлагаю еще раз прерваться на один сюжет. Как раз-таки он посвящен тому конкурсу, о котором сейчас рассказывала Екатерина. А дальше мы продолжим, потому что я знаю, что по линии Центра Патриот тоже объявлен конкурс грантов. Поэтому оставайтесь с нами, смотрим сюжеты, а потом продолжим общение. В живописных окрестностях Левобережья есть настоящая точка притяжения для подростков. В конном клубе «Лансарда» они могут не только пообщаться с лошадьми, но и начать ухаживать за ними и профессионально заняться верховой ездой. Помогло то, что клуб стал участвовать и побеждать в проектах, организуемых правительством региона. Так в этом году удалось воплотить в жизнь проект «Лошади. Наши друзья». Проект направлен на то, чтобы организовать здоровый образ жизни подростков, чтобы вытянуть их из гаджетов, поскольку они сейчас очень много проводят там времени, мало двигаются, общаются только в соцсетях. И именно для этого мы создали этот проект, для того, чтобы они научились общаться друг с другом. Им весело, им это нравится. Тематика возможных проектов достаточно широка. От пропаганды здорового образа жизни и профилактики социальных явлений в молодежной среде до организации работы с семьей и создания молодежных СМИ. И для тех, кто все-таки решил принять участие в конкурсах, будут организованы информационно-методические семинары и консультации по подготовке заявок на базе областного дома молодежи. С периода запуска конкурса мы открываем большую консультационную поддержку молодежи. То есть это из 10 декабря до 16 января 2022 года. Мы постоянно будем находиться на связи с грантополучателями, грантозаявителями. Они могут по любому вопросу, касающимся и конкурса, и написания социального проекта, обращаться в Дом молодежи, в проектный офис. Но помимо этого будет организована комплексная поддержка, некая школа социального проектирования, которая пройдет с 22 по 24 декабря в онлайн-формате. Максимальная сумма гранта для организации зависимости от конкурса до 300 тысяч рублей, для физических лиц до 100 тысяч. На самом деле мы видим очень большую активность у молодых ребят, получив средства провести какие-то социально значимые мероприятия. И, конечно же, мы их в этом плане поддержим. Но и не стоит забывать о той отчетности, которую нужно будет по итогу мероприятия представить правительству. Напомним, в прошлом году на три областных конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики подана 191 заявка, и 58 из них получили финансовую поддержку. Заявки принимаются через портал «Молодежь России» по 16 января 2022 года. Александр Богданович, Ольга Красулина, «Регион-29». Мы продолжаем. И вот, посмотрев сюжет, Екатерина, мне стало интересно, мы только что, буквально несколько минут назад, говорили о том, что вводятся новые направления медиа, чтобы молодежь занималась тем, чем им нравится. Но в то же время, судя по героям сюжета, можно сказать, что внутри есть некоторая такая борьба. Кто-то, наоборот, хочет из этих гаджетов вытащить. Это действительно ощущается и чувствуется, что по каждому направлению идет какое-то соревнование такое между участниками, или все очень так вот лояльно и дружно относятся друг к другу? Нет, на самом деле здесь нет никакой конкуренции, потому что проекты пишутся не ради проекта, а ради тех социальных проблем, которые беспокоят молодежь. То есть, если смотреть на проектную заявку, очень часто у нас в проектах пишут что-то такое «в Российской Федерации», «никто не занимается спортом» и так далее. То есть, какие-то общие фразы. А у нас, например, в Котласе все занимаются спортом. Это я утрирую. То есть, для России, может быть, это не проблема, а для Котласа это проблема. И также в разных муниципалитетах есть свои проблемы. И молодежь разная, везде разная. Поэтому конкуренции нет. Каждый занимается тем, чем ему хочется заниматься и решает те проблемы, которые есть здесь и сейчас. А кто активней? Города или районы? Вот есть ли какая-то градация? Да, на самом деле из городов чаще всего подаются заявки. И больше их на самом деле. Но мы безумно рады, что у нас сейчас муниципалитеты начинают подключаться активнее, потому что мы стараемся с проектным офисом достучаться до каждого, рассказать о том, что для вас, друзья, есть такая прекрасная возможность решать те проблемы, которые у вас есть за счет грантовых средств. И они понимают это. И как раз-таки путем сарафанного радио, наверное, разносится эта информация о таких возможностях и подключается еще больше районов. Но пока города лидируют. Мне кажется, что со временем просто может ситуация поменяться, что наоборот, районы будут активнее. Когда увидят, что это действительно работает, что если вы подаете свою заявку из маленького поселка, грубо говоря, это не значит, что вы будете рассматриваться во вторую очередь. Наоборот, если идея классная, ее поддержат. Совершенно верно. Анна, какую по вашей линии, по вашей части Центр Патриот сейчас проходит конкурс? Как вот я уже до сюжета обещала, да, все-таки. У нас немножечко попроще. У нас всего два направления. Ну что же вы так себя обижаете? Это первое направление проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации. Сюда входят различные мероприятия, проведение каких-то военно-патриотических сборов, слетов, создание военно-патриотических клубов, юно-армейских комнат и в таком направлении. И второе направление конкурса – это увековечение памяти погибших при защите Отечества. Здесь лидируют, конечно, проекты на создание новых памятников героям Великой Отечественной войны, реконструкция старых, благоустройство территорий около этих памятников. Также это проведение поисковых экспедиций в таком-то направлении. А уже есть заявки? Поступили или вот только еще все, знаете, вот в таком периоде ожидания замерли? Наш конкурс был объявлен только сегодня в утро. Поздравляем. Спасибо, да. Поэтому пока еще ни одной заявки нет. Мы все ожидаем до 30 января наш конкурс проходит, прием заявок. То есть время еще есть, чтобы подумать, да, решить. А размер гранта какой вот сейчас? Тут вот Ильдар до этого интересовался, я тоже поинтересуюсь. В этом году у нас произошло небольшое изменение в положении и увеличились суммы. Сейчас организация, также муниципальная организация, также с пометочкой, что в уставе к основным видам деятельности должно относиться патриотическое воспитание или допризывная подготовка молодежи. Социально ориентированные некоммерческие организации, они могут получить грант размером до 400 тысяч рублей. И физические лица, у них сумма 150 тысяч рублей. Вот как показывать практику? Удается на данные суммы, на данные средства реализовать идею целиком и полностью или делят на части, на этапы участники? Например, в этом конкурсе они какой-то один этап реализовали, большого проекта? Бывает по-разному. Бывает, ну, в основном укладываются грантополучатели в этот бюджет. Бывает такое, что некоторые проекты делят на несколько лет. То есть этапы, так сказать. Да, этап первый, этап второй. Это чаще бывает вот именно со вторым направлением, когда какой-то масштабный, хотят видеть в своем населенном пункте мемориал памяти и не удается, скажем так, реализовать его за один год. Поэтому мы идем навстречу и даем завершить их идею, так, чтобы не получилось, что идея началась, да, и оказалась заброшена на половине этапа. Вот, кстати, вы сказали, что помогаем. А если расширить эту тему, да, какая помощь, какая поддержка оказывается грантополучателем? Вот мы тоже в сюжете буквально слышали, да, чуть-чуть, что можно, вот вы, кстати, говорили, да, Екатерина, что можно обратиться за помощью. В чем выражается эта помощь? Может, да, давайте начнем с Екатерины. В первую очередь это консультационная поддержка. Это идет и на стадии идеи. То есть у ребят очень много разных идей, но они не знают, что такое проект, как его оформить в заявку. У нас же очень творческие ребята, и вот то, что у них в голове витает, оформить на лист бумаги бывает очень проблематично. И вот мы помогаем ребятам структурировать все мысли на листок бумаги и рассказать, что такое проблема, почему она важна в проекте, что такое цель, задача и как это между собой взаимосвязано. То есть об этом мы тоже очень активно пытаемся донести молодежи. А помимо этого у нас также есть и поддержка уже грантополучателей. Также бывает, что ребята инициировали свой проект, получили финансирование, а дальше что? И тут встает вопрос, надо возвращать деньги. Страшно, а что теперь с ними делать, непонятно. Поэтому мы им тоже оказываем поддержку, помогаем рассказать, как реализуются мероприятия, организовываются. Если не сталкиваются с проблемами, администрации не понимают, еще что-то. Не могут найти поддержку в виде партнеров, которые изначально хотели, а уже не хотят помогать. То есть мы помогаем им в этом. И, конечно же, самая важная поддержка грантополучателей – это с отчетностью. С этим бывает очень много проблем. И мы также помогаем ребятам завершить их проект, сдать отчет, чтобы никаких проблем не возникло, потому что для них это самый большой стресс, как оказывается. А в какой форме это все проходит? Это семинар или это индивидуальная работа? Итак, если это ребята, которые в Архангельске находятся, то мы лично встречаемся, общаемся с ними, помогаем. Если кто-то из муниципалитетов и нет возможности приехать, мы через онлайн, через Zoom, WhatsApp, по телефону, как угодно, даже в режиме переписки тоже помогаем. Также у нас проходит школа социального проектирования и в муниципалитетах. То есть, когда мы трехдневный интенсив, приезжаем, это все абсолютно бесплатно, и помогаем ребятам создать свой проект, погрузиться в эти проблемы и найти пути решения прямо здесь и сейчас. Мне кажется, что люди, которые успешно защитили один проект или второй, потом они уже знают, как это делать. Просто, грубо говоря, встают на рельсы и двигаются дальше. Впервые, например, меня интересуют проекты, которые физические лица могут, да, это до 100 и до 150 тысяч в вашем направлении. Что это могут быть за проекты? Например, я могу какую-то спортивную площадку во дворе своего дома сделать? Или вот в каком ключе? Это могут быть абсолютно разные проекты. Например, экологическая направленность сейчас очень популяра. То есть, ребята создают в своих организациях, где они находятся, допустим, в открытом пространстве, раздельный сбор мусора, экологическое просвещение, рассказывают о том, как правильно перерабатывать мусор, как правильно ухаживать там за природой. Такие тоже очень часто бывают проекты. Это могут быть проекты по созданию каких-то форумов, мероприятий, также образовательных, творческих. Ребята, физические лица, также создают, вот как я уже вначале говорила, скейт-площадки свои. У нас был пример, в городе Няндамо ребята проводили образовательный форум, поддержанный на федеральном уровне уже, да, Росмолодежью. И они там готовили проектные идеи, которые мы также потом в региональном конкурсе поддерживали. Например, ребята говорили о том, что они в своем городе, у них нет хоккейного корта, и они катаются зимой на пруду. И это очень небезопасно. Они самостоятельно там что-то чистят, убирают. И по весне очень опасно, случаются разные беды и так далее. И нужно создать какой-то свой спортивный корт, наполнить его мероприятиями, и чтобы молодежь, ребята, детишки занимались уже на безопасной площадке. Они создали целый огромный план мероприятий именно вот на этом корте. И всю зиму развлекались и проводили досуг. А вот возраст самых активных молодых грантополучателей, да, вот в вашем и вашем направлении сколько лет? От 18 до 35, это положено считается. Так положено, да. Но в рабочие группы входят более старшие возраста. Это абсолютно нормально. Самые активные, наверное, сложно даже сказать, может быть, уже работающая молодежь, наверное, вот так. То есть не только-только закончившие школу еще. Такие тоже есть. И такие тоже есть. Да. А у вас там, да? У нас зависит от направлений. То есть по патриотическому воспитанию это также где-то от 27 до 35, да, в среднем. По направлению вековечения памяти там могут даже люди более старшего возраста участвовать. То есть у вас не ограничено 35? Нет. А, вот в вашем направлении люди могут быть более старшего возраста, нежели 35. Да, потому что мы даем возможность, вот говорю еще раз, относительно направления увековечивания памяти. То есть проекты, они все направлены на работу с молодежью. Но создание этих мероприятий, реализация вот этих идей, они могут, они возникают у людей более старшего возраста. Все-таки, скажем так, люди этого возраста, они сейчас более озадачены тем вопросом, чтобы сохранить историю и передать ее более молодому поколению. И по этому направлению вековечения памяти у нас пользуются популярностью от более старшего поколения. Я вот услышал еще у Катерины такую фразу, что иногда бывает какое-то недопонимание с местной администрацией. Неужели такое случается? Ну, то есть, понятно, что проект, он изначально сделан для того, чтобы сделать какое-то хорошее дело для своей территории. Иначе бы этот проект не был бы защищен, не был бы поддержан. Вот что это может быть за недопонимание? Ну, такое бывает, достаточно редко, но случается. Когда, например, ну, даже не знаю. Может, с помещениями. С помещениями, да, в основном с помещениями. Когда нет, допустим, помещений, нужно где-то провести свой проект, но приходится вот прям договариваться, искать, выискивать. Как говорится, в ручном режиме. Да, да. Мне интересно стало, бывает ли такое, что, например, заявился потенциальный грантополучатель на конкурс. Один проект, потом в течение двух недель он решил, нет, я вот все-таки не хочу по этому направлению, хочу по-другому. Возможно такой вариант, например? Да, бывали такие случаи? У нас один грантозаявитель может подать по одному проекту в каждом направлении. То есть он может реализовать идею и в патриотическом воспитании, и реализовать идею по увековечиванию памяти. А у вас как? У нас тоже так же. В каждом из восьми направлений можно подать один проект от одного грантозаявителя. То есть восемь проектов можно за конкурс получить. То есть это реально, да? Кстати говоря, какое количество победителей будет выбрано по итогам вашего конкурса и вашего конкурса? Это все в моменте, как говорится. Тут не просчитать, у нас нет какой-то квоты определенной, что вот столько нужно поддержать. Нет. Мы смотрим на жизнеспособность идей и мотивацию участников. Кстати, жизнеспособность, она как определяется? Наверное, же создает целая комиссия, да? Не то, что это чье-то субъективное мнение. Вот расскажите немножко подробнее, как проходит обсуждение по выбору тех самых победителей. И могут ли сами заявители защитить свои проекты в вочном формате? А кто? Давайте, Анна. Да, для, скажем так, принятия решения создается экспертный совет, который отсматривает все проекты, изучает, и, скажем так, решение принимается, исходя из того, какая обстановка в регионе, в районе, где заявительная планируется реализация проекта, и насколько это актуально на сегодняшний день. Допустим, если в Архангельске у нас, скажем так, планируется, что в каждой школе должен быть создан военно-патриотический клуб, и уже в большинстве школ реально он существует, то в районах, в деревнях это еще, скажем так, не дошло. Не разумеется, да. То поддерживаются такие проекты, что они действительно там нужны, им действительно нужна помощь, и поэтому принимается решение поддержать, допустим, именно этот проект. То есть те проекты, которые уже, так сказать, доказали свою жизнеспособность. У вас как? А у нас в первую очередь проходит техническая экспертиза заявок, то есть если, допустим, 200 заявок подали проекты на конкурс, мы их отсматриваем, это делает специалист по работе с молодежью, который курирует этот конкурс, он смотрит на соответствие всех технических норм. Допустим, если написано, что в уставе к основным видам деятельности должна быть отнесена организация работы с молодежью, подается гос- или муниципальное учреждение, у которого этого нет, он откладывается в сторонку, то есть этот участник уже не может дальше продолжать участие. И также остальные нормы, я думаю, у Анны тоже в конкурсе то же самое происходит, то есть отсюда тоже уже отсеиваются некоторые заявки, поэтому очень важно читать внимательно положение на соответствие всех норм. После чего создается комиссия и проводится заочная оценка проектов, то есть эксперты, у них есть критерии оценки, они уже у себя дома, каждый проверяет эти проекты и заполняет оценочный лист. После чего мы получаем, проводим статистику, и проекты, которые набрали меньше половины конкурсных баллов, они тоже отсеиваются. И остается вот этот пул проектов, которые дошли до уже очной оценки проектов, когда уже сами грантозаявители либо защищают свой проект очно, либо это тоже проводится путем закрытой оценки экспертов, когда есть возможность телефонного звонка грантозаявителю, когда можно узнать все уточняющие вопросы по заявке, и тем самым у нас выявляются победители. А когда будут известны итоги, результаты конкурсов и в какой период нужно будет реализовать этот грант? Там же наверняка есть какие-то четкие сроки. Да, на самом деле, кстати, одна из очень важных таких серьезных ошибок, которые бывают, это то, что ребята заявляют проект, допустим, реализации с января, когда грантовый конкурс еще даже не закончился, заявочная компания. То есть нужно рассчитывать, что это конкурс закончился, это техническая экспертиза минимум 3 дня, потом заочная оценка минимум 2 недели, потом еще очная, к примеру, неделя, подведение итогов 3 дня, и только тогда можно. Я думаю, с марта спокойно можно начинать реализацию, запланировать реализацию проекта, и сроком до 1 декабря 2022 года. Ну вот у нас до 1 декабря. У вас как-то тоже, да? У вас такие же могут ошибки допускать заявители, как вот Екатерина рассказала, идентично? Да, у нас, в принципе, все аналогично, но еще, если можно, я хочу как раз-таки пользуюсь случаем уточнить, что обязательно нужно тщательно спланировать свой бюджет заранее, потому что бывает, что в ходе реализации проекта приходит осознание того, что что-то недодумали, что нужно, вот от этого можно отказаться, а вот это нам просто необходимо сейчас. И, получается, бывают такие случаи, когда нецелевое использование средств. Чтобы такого не было, нужно заранее все продумывать, заранее планировать по возможности суммы, которые необходимы на конкретные виды товаров или услуг. И тогда будет намного легче, потом и с отчетностью. Ну что ж, на этом наш эфир завершается. Я думаю, что стоит еще раз напомнить потенциальным грантополучателям о том, что за помощью, за консультацией, за поддержкой вы можете обращаться как в Центр Патриот, если ваши проекты носят патриотическую направленность, или в Дом молодежи Архангельской области, если это проекты, которые реализуются в сфере государственной молодежной политики. Ничего? Не переврала? Все правильно. Спасибо большое. Очень жалко, что мне уже за 35 я не могу поучаствовать в ваших конкурсах, потому что действительно идей очень много, и пускай самые достойные получат признание и будут реализованы на территории региона. Спасибо вам большое, Анна и Екатерина. Это была программа «Открытый регион». Всего доброго и увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok